Зайчонок Стёпа Могли бы целый день играть в снежки, кататься с горки, лепить снеговиков. Как-то утром Плещёнок сидел в норке и смотрел на улицу на пушистый белый снежок. Мама, а какого вкуса снег? Нет у него вкуса. Как нет? Он такой красивый, не может быть, чтобы у него не было вкуса. Малыш, снег это всего лишь вода, только замёрзшая, как лёд. Не стоит его пробовать. Он такой холодный, что можно заболеть. Но лисёнок уже не слушал маму. Он смотрел на улицу и был уверен, что у снега обязательно должен быть вкус. На следующий день, когда выглянуло солнышко, лисёнок вместе со своими друзьями, Зайчонком Стёпой и Бельчонком Мишей вышли на улицу. Они собирались идти кататься на гор. Папа, зайки в мастерливом сан, и они очень хотели покататься. Лисёнок, ты почему не идёшь с нами? Но лисёнок стоял на одном месте и смотрел на заснеженную землю. Я думаю, какой же всё-таки у снега вкус? Вот решил его попробовать. Ты что, нельзя! Он такой холодный, что может заболеть горло. У снега нет вкуса, это же замёрзшая вода. Да, да, мне папа говорил, снег состоит из множества замёрзших кристалликов воды. Но лисёнок не побили в друзья. Он зачерпнул лапой горстую снега и положил её в рот. Снег был холодный и хрустел. Лисёнок захотел попробовать ещё. Не обращая внимания на друзей, лисёнок продолжал есть снег. К вечеру у лисёнка заболело сильно горло, и поднялась высокая температура. Мама лиса испугалась за своего сына и приготовила ему отвар из целебных трав. Уложила в постель и укрыла тёплым одеялом. Скажи-ка мне, сынок, ты случайно не ел снег? Ел, мамочка. Ах ты мой маленький лисёнок! Ну и какой же на вкус снег? Я не помню, но он точно очень-очень вкусный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!